За рулем комбайна Виктор уже 25 лет. В этом году пшеница радует урожайностью. Но из-за засухи, которая установилась в регионе с конца весны, не обошлось без потерь. Раньше были дождливые годы, а в этом году слишком сухая земля. Засуха стала причиной огромных трещин на полях. Отсутствие влаги повлияло практически на все культуры. Кукуруза и подсолнечник из-за аномальной для этого региона жары могут нарушить планы по сбору урожая. Но это не главная проблема. Экспорт украинского зерна по-прежнему затруднен. Из-за этого аграрии не могут начать подготовку к осенней посевной. У всех одна и та же проблема – с деньгами. Что касается оборотных средств, на данный момент их нет. Потому что зерно завозится на склад, но ни одного килограмма мы еще не продали. Ценовая политика государства. Блокировка украинских портов может привести к разорению фермеров. Осенью площади подпосевы культур, таких как пшеница и ячмень, могут сократиться на 30-60%. По прогнозам Министерства аграрной политики Украины, урожай 2022 года будет, несомненно, меньше, чем урожай 2021 года. По ряду причин. Однако больше, чем ожидалось. И главной проблемой остается сбыт и экспорт собранного урожая. Уже сейчас Польша и Румыния высказали свою готовность помочь Украине строительством перевалочных терминалов для сохранения зерна. Но это лишь частично решает проблему. Фермерам срочно нужны оборотные средства, продление сроков кредитования и урегулирование отношений с торговыми сетями. Без вмешательства государства здесь не обойтись. Сверхнизкие закупочные цены, нехватка хранилищ для хранения, замедленная логистика и удорожание горючего в результате боевых действий на востоке и юге страны. Вот далеко не полный список проблем, с которыми приходится сталкиваться работникам сельского хозяйства. Особенно страдают мелкие и средние фермеры. К сожалению, на местах недостаточно коммуникации между властью, бизнесом и фермерами. Власть живет отдельно своей жизнью, маленький и средний фермер своей жизнью. Сегодня много говорится о предоставлении льготных кредитов, о предоставлении государственных гарантий. По факту, большая часть фермеров их не получила. Четкой логистики, проработки новых маршрутов и увеличение экспорта зерновой продукции в будущем сезоне украинские аграрии могут столкнуться и с другими серьезными проблемами. Они будут расти, как снежный ком. Запасы на 2022 год делались в 2021-м, и они были качественными. А доступ к новому посевному материалу, удобрениям нужно решать эти вопросы сейчас. Как фермеру завести новые семена, новую химию? С этим есть проблемы. Кроме того, может пострадать и качество удобрений. По прогнозам экспертов, целый ряд украинских сельхозпредприятий и фермерских хозяйств ожидают банкротства из-за потери доступа к экспорту продукции. Угроза нависла над тысячами людей, занятых в агросекторе. Вся надежда на то, что достигнутые в Стамбуле договоренности о разблокировке морских путей экспорта украинского зерна удастся реализовать как можно раньше. Лина Миронова специально для CGTN.